Набрали мы опят и до самой ночи с котом Джимом перебирали эти опята. Вот, что у нас получилось. Вот мои опята на утро. Я их снимаю и показываю красоту. То, что мы вчера добыли, я их сушу. Вот так вот. Ну, как сушу. Я их сначала в лесу собрала вдвоём. Вот набрали, половину раздали, половину оставили себе. А эти я перебрала от улиток. Оказывается, в первую жизнь на каждом грибочке по улиточке, по две, по три, получается, это мрак. И мне пришлось перебирать их просто от улиток. Пришлось перебирать от этих маленьких-маленьких тварей. Я их собирала на газетку, а потом бросила за окошко, никого не убивала. Так вот, эти опята я потом помыла. Вода стекла, и я их мокрые положила сушиться. Просто не было же времени, чтобы их приготовить вчера. Сейчас я их буду жарить в сливочном топлёном масле, в большой сковороде. Частями, конечно, сразу не поместятся. Они дадут сок и будут как бы тушиться в собственном соку. Они все чистые и красивые, но придётся мне их ещё и порезать. Вот опята бывают разные, что я и хотела показать. Вот чисто беленькие опята, белейшие. Это не так уж часто бывает у нас в лесу. Такие чисто беленькие пластиночки. Они уже высыхают сейчас. Но это не важно, сухие и мокрые. Всё равно сейчас я ими займусь. «Прежде чем о вас забыть, прежде чем я вас съем, я вас сниму себе на память». Как сказал герой моего любимого фильма. Вот видите, рядом с белыми опятами лежат опята обыкновенные с бежевыми пластиночками под цвет шляпки. Шляпка у них бежеватая, коричневатая. Вот и все они одинаковые сверху. Вот беленький я перевернула. Он тоже такой коричневенький получается сверху. Иногда бывают и беленькие сверху, даже беловатые опята. Ну, короче, у меня работы. А росли они как... Это же шутки лесовика. Это мрак. Если бы они росли хотя бы в одном месте. Горсточками, кучечками, какими-нибудь там. Групками. А они же росли по всему лесу. По одиночке. И приходилось каждому кланяться. Подходить, приседать. Подходить, приседать. Это такие шутки у нас лесовика. Групками редко попадаются. Вот по всему полю. По одному растут себе и растут рядом друг с другом. Много. Но попробуй это все срежь. Это ж ужас какой. Ну, мы с райом там еще приходила из своего поселка, из старых батек, женщина. Она тоже с нами собирала рядом. И мы втроем собирали, собирали. Потом она ушла. Я ей предложила, говорю, давайте, у меня есть большой пакет с собой. Машина у нас недалеко к нам уже. А у меня с собой пакет. Давайте я вам дам пакет. И вы будете собирать дальше. Она сказала, да нет, не хватит. Она набрала большое ведро. Ну, обыкновенное ведро. И еще в пакет она собрала. Вот такие у меня опята. Ай-яй-яй. Это лес. Видимо, невидимо. Так, как же мне это все приблизить и снять на видео. Работы предстоит еще очень-очень много. Но красивые. Если бы не эти улитки, весь вечер перебирала эти грибы от улиток. Это был рак. Вот одна шутка лесовика, то, что он так вырастил свои грибы для нас поодиночке. Трудно было собирать. А вторая шутка, то, что он подарил нам столько насекомых, этих улиток. Это мрак. Никогда такого я не видела. Белые опята очень ценятся корейцами, китайцами, японцами особенно. Они любят беленькие опята, пластинки, что были. И они считают, что они очень полезны от тонко заболеваний. И вот такие вот это расчудесные грибочки опята. Они второй категории. Они хорошие. Очень даже по своему составу. У них много белка. А это рядом обычный осенний опенок. Бежеватый такой. А это беленькие, беленькие. Но они же пролежали. Они уже мытые и лежали всю ночь, высыхали. А подосиновики мы вчера не успели проверить. Ну, что же делать. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока. И до встречи.